Здравствуйте, мои дорогие зрители! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Спасибо тем, кто вставляет лайки, комментарии, ну и за подписку, конечно же. А сейчас у нас будет общий тороп-прогноз, карта дня на 15 июня. Общий тороп-прогноз для каждого знака зодиака. Уже давно есть на моем канале общий тороп-прогноз подробнее на месяц июня и есть на месяц июль уже. Ой, что такое летит карты? Так, сейчас у нас первый, у нас, конечно же, овен. Овни, наши красавицы и красавцы, карта для вас на 15 июня. Будем смотреть. Паш, Паш Мичей, новости. Новости, полученные по воздуху, по интернету и так далее. Новости, да, могут быть не всегда хорошими. Это еще может быть поиск информации. Информация, вам, может быть, будете ее искать тоже по воздуху, по интернету. Она вам может даже понадобиться для того, чтобы защитить какой-то свой проект, сдать экзамен, что-то защитить. Вы сможете очень даже, так знаете, вот, хорошо и красноречиво что-то защитить, что-то доказать, что-то рассказать, пользуясь этой информацией. Ну и, конечно же, это может быть общение с детками, знака воздуха. Вот так вот, овны. Следующий у нас Телец. Наши Телецы молодцы. Карта для вас на 15 июня. Луна. Старший Аркан. Уныние, апатия, клевета, сплетни. В тяжелой форме это депрессия. Вот что такое возможно. Еще по этой карте, конечно же, это обман. Это когда что-то скрывают от вас, что-то скрывается, что-то уходит от вашего взгляда. Поэтому в любом случае в этот день нужно быть очень осторожным. В любых отношениях, особенно что касается сделок, денег и так далее. То есть все доверяй, но проверяй. Потому что луна, да, я же повторюсь, это обман. Это что-то вы, может быть, не замечаете. Поэтому будьте внимательны. Ну и, конечно же, апатии и уныния тоже отставим в сторону. Еще может быть такая ситуация, когда кто-то вас тянет назад. Вы что-то хотите стремитесь делать, что-то хотите, может быть, даже поменять. Но этот кто-то будет вам говорить, нет, не делай этого, у тебя не получится, ты не сможешь и так далее. Вот такое тоже возможно. Близнецы. Наши близнецы, красавицы и красавцы. Карта на 15 июня. Четверочка. Четверочка. Стабильность. Это карта четверка Пентакли. Карта стабильности. Карта, может быть, нежелания двигаться дальше в данный момент. Но в этот день не стоит, например, тратить безрассудно деньги. Да, сделки хорошо, да, общение по работе, да, это все хорошо. Но бездумно деньги тратить не стоит. Может быть, кто-то у вас будет просить долг, вы не захотите давать. Это нежелание что-то менять, нежелание расставаться с деньгами. Лучше семейца в руках, чем жирафы в небе. В личных отношениях может означать собственничество. То есть, когда один из партнеров считает другого своей собственностью. Но в этот день не стоит рисковать. Еще раз повторюсь, на необдуманные какие-то сделки и так далее. Только обдуманные, стабильные какие-то финансовые отношения, да. И получение здесь прибыли тоже возможно в этот день. По этой карте. Тут у меня котик лежит. Могу показать, конечно. Он мешал уже, но это влегся. Вот, это мой свинюша. Интересно. Да, любители, они по очереди ко мне приходить и вместе со мной делать расклад. Внимание. Следующий рак. Ваши раки, красавицы и красавцы. Карта дня на 15 июня. Всегда подглядываю, потому что могу забыть число, запутаться. Поэтому 15 июня. Раки. Раки. Старший аркан дьявола. Будьте внимательны. Да, может быть, вам кто-то будет что-то обещать, рассказывать, как все замечательно, как все хорошо. Но это может быть обманом. Это, конечно же, карта. Поэтому он говорит о том, что нужно быть внимательным. Не доверяйте. Все проверяйте. Карта может говорить о страсти, о каких-то сексуальных отношениях, о соблазне. Держите себя в руках. Ну и, конечно же, обращайте внимание. Вот все проверяйте. Еще могут вылезти наружу какие-то ваши страхи. Вот такое может быть. Ну и можно, конечно же, узнать теневую сторону личности. Да, такое тоже бывает. Что-то вот проявляется такое, знаете, о человеке, что и не ожидали. Ну, в общем, будьте внимательны. Подьявого, будьте внимательны. Ну, это, конечно, искушение и страсть. Ну, может, у кого-то в этот день будут чисто такие отношения. Искушение и страсть. Лев. Наши львы и львицы. Царь и зверей. Карта дня на 15 июня для вас. 15 июня. Львы. Дама-чаш. Это дама... Кстати, это можете... А, нет, это львы. У нас огонь. Это может быть встреча с дамой. Дама может быть знака, да, воды. Дама, ну, вообще такая добрая, отзывчивая, добродушная. Может поддержать. Чисто, знаете, вот-вот поддержать, может быть, на эмоциональном уровне. Также в этот день доверяйте своей интуиции обязательно. Может быть, кто-то будет что-то посещать, связанное с искусством. Все, что угодно. Театр, кинотеатр, выставки и так далее. Что-то связанное с искусством. Возможно, посещение. Ну, и доверяйте своей интуиции. Будьте добры, будьте отзывчивы. Может быть, кому-то понадобится помощь от вас. А не вот вы будете обращаться только к даме, которая вам, возможно, может помочь. Поддержать подруга. Что-то подсказать. Следующая дева. Наши дьявы. Красавицы и красавцы. Карта дня на 15 июня. Дева. Опять старший аркан дьявол. Он уже был у нас в этот день. Ну что ж, по дьяволу все нужно проверяйте. Доверяйте, но проверяйте. Это может быть соблазн, искушение, страсть. Проявление темной стороны личности. Какие-то комплексы могут вылезти наружу. Тут все может быть в куче. Поэтому, а может быть и по отдельности. Поэтому, ну, в любом случае, будьте внимательны. По дьяволу. Может быть, вам кто-то будет что-то обещать, что-то рассказывать, показывать. Как все хорошо и замечательно. Не советую доверять. Потому что здесь может где-то скрыться какой-то обман. Может быть, уж очень хорошо, как, знаете, гладкостелят. Вот такое еще может быть. Поэтому лучше проверяйте. Делаем. Ну или если страсть, держите себя уже в руках. Ну что могу посоветовать? Весы. Вам карта на 15 июня. Подшельник. Может быть, пришло время отдохнуть. Побыть наедине с собой. Все обдумать. Все пересмыслить. Найти такой душевная такая перезагрузка. Может быть, у вас действительно есть у кого-то какая-то проблема, которую нужно решить. Подумать о ее решении. И ответ вы найдете внутри себя. Нужно просто отдохнуть. Поискать этот ответ внутри себя. А может быть, у кого-то просто такая вот, знаете, желание побыть наедине с собой. Это нормальное, хорошее желание. Нужно перезагрузиться. Вот такое мы можем делать. Время от времени это никому не мешает. Так, следующий у нас Скорпион. Наши Скорпиончики и Скорпиончики. Красавчики. 15 июня. Скорпионы. Фортуна. Замечательно, Скорпионы. Ну что, колесо Фортуны. Это удача. Это везение. Это какой-то, может быть, начало нового периода. Судьба вам дает шанс. Конечно же, это риск. Это есть своеобразный риск. Поэтому азарт. Будьте внимательны, кто играет. Особенно какие-то азартные вещи. Но судьба вам дает шанс. Удача в этот день на вашей стороне. Воспользуйтесь нею. Начало, может быть, нового дела. Может быть, путешествие. Может быть, поездка. Может быть, начало путешествия или начало поездки. Также, возможно, покупка автомобиля. В этот день очень хороший день для покупки автомобиля. Стрелец. Наши стрельцы молодцы. Карта для вас на 15 июня. Стрельцы. Наши стрельцы молодцы. Опять повтор. Дама, чаш. Ну, стрельцы, будьте, может быть, нужна будет кому-то понадобиться ваша доброта, отзывчивость, добродушие. Что-то даже выслушать, в чем-то и дать совет. А может быть, это вам нужна будет такая вот подруга, которая подскажет, расскажет, поддержит вас эмоционально. Также доверяйте своей интуиции в этот день обязательно. И, возможно, посещение каких-то мест культурного такого. Это у нас, может быть, кино, театр, выставки. То есть что-то, связанное с искусством. Козерог. Наши козероги. И козерожки, конечно же, наши красавицы. И вам карта на 15 июня. Карта семерочка. Жезлов. Может быть, вам нужно будет что-то отстаивать, что-то защищать, какие-то свои границы. Вы будете находиться в выгодном положении. Вы сможете все решить. Настойчивость и решительность. Вот что вам поможет в этот день. То есть это такой, знаете, вот день, когда, может быть, вам нужно будет решительно и настойчиво. Вы добьетесь своего, но нужно проявить решительность и настойчивость. У вас все получится. У вас все получится. Так что вперед у вас получится защитить свои границы, что-то свое, свою мысль, свою идею, свой проект, все что угодно. Что-то защитить получится. Наши водолей. 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 Красавицы и красавцы. Карта дня на 15 июня. Водолей. Победители наши водолеи. Шестерочка жезлов. Это карта победителя. Карта триумфа. Карта заслуженной награды. Вы получите свою награду. У кого-то это может быть премия, зарплата, не знаю, стипендия. Да, это карта прибыли за проделанный труд, за награду. Ну и, конечно же, это может быть хорошая новость, приятная поездка. Ну и вы на коне. Люди понимают, что вы молодец. Вот так вот признают вашу победу. Вы будете победителями. Молодцы, водолейчики. И следующие у нас рыбы. Наши рыбы, рыбульки. Аркан для вас на 15 июня этого года, конечно же. Сейчас достанем что-то рыбкам замечательное. Замечательное. Ну, не то чтобы замечательное, но неплохо. Паш Мичей. Кстати, тоже уже у кого-то был. Прям достаю в этом раскладе. Повторяются карты почему-то. Очень часто. По несколько раз. Паш Мичей. Общение с детками знака воздуха. Могут быть дети знака воздуха. Получение новостей не всегда приятных. Новости по воздуху, по интернету. Поиск информации. Опять же, по воздуху. Все по воздуху. Интернет, телефон. Может быть, вам нужна будет информация для того, чтобы вы захотите защитить какой-то свой проект, сдать экзамен, еще что-то, свою точку зрения. У вас получится. Вы будете, так сказать, подкованы. И вы очень даже красновечиво сможете защитить свое что-то. То, что я сказала выше. Ну, вот так вот. Очень такая энергичная, я бы сказала, все равно карта. Такая вот поиск туда-сюда. Что-то решение каких-то, может быть, и вопросов. Вот такой получился расклад для наших знаков зодиака. Общий второй расклад на 15 июня. Спасибо вам за лайки, за комментарии. Ну, и за подписку, конечно же. Всего вам хорошего. И до встречи на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok